Житель дома номер 19 по улице Маметовой Александр Политов с болью в глазах смотрит на то, как выкорчевывают эти юноши деревья, посаженные собственными руками больше четверти века назад. Три тополя и два клёна еще позавчера укрывали от солнца окна дома, достигая высоты шестого этажа. Но в тот же вечер жители услышали под окнами звук режущей пилы, и некоторые, особенно старожилы, не могли сдержать слез. Без предупреждения пришли, стали пилить. Мой сосед Александр Николаевич чуть не плакал, видя это я и сама расстроилась до слез. Очень обидно, что с нами не посчитались, а ведь эти деревья когда-то сами сажали, с такой любовью ухаживали, поливали. Правильно ведь говорят, прежде чем купить дом, купи соседа. Разве так можно? Эти деревья вы сами сажали? Сами сажали. Вот именно, я лично сажал. 26 лет этим деревьям, которые, как говорится, они, во-первых, это мало того, что вот этот вот здесь, вот, трасса бешеная, потому что тут постоянно круглые сутки, морщины, рев и прочее. Дышать нечем и так, деревья, как говорится, тут загазованность бешеная. Наша квартира находится на четвертом этаже, и как раз вот вся эта прона деревьев закрывала наш балкон от солнца. И пыль не так сильно попадала, и не так шумно было, все-таки тут шумная улица. И музыка играет в Керуэн-Сити, и эти кондуктора кричат постоянно, и машины сигналят, поэтому немножко сглаживался шум. А теперь вот голая, начиная после обеда, это вот у нас солнце светит, не переставая. Да, это мой муж с моими детьми на субботнике сажали эти деревья, с этой стороны во дворе озеленяли мы, ведрами таскали, поливали. Обидно? Конечно, обидно. Возмущены мы просто до предела. Дом номер 19, напротив самого популярного в городе торгово-развлекательного центра, в последние несколько лет стал для городских предпринимателей лакомым кусочком. Здесь уже расположены салоны красоты, ломбард и прочие объекты бизнеса. Некоторые из их владельцев постарались сделать так, чтобы при строительстве зеленые насаждения не пострадали. Но в данном случае деревья не пощадили. Без согласования с жильцами нашего дома, нашего подъезда, взяли, спилили деревья, ссылаясь на якобы распоряжение, распоряжение вот это гора Кемата. Получили разрешение от гора Кемата, а фактически это вся территория и весь дом, это фактически принадлежит нам, жильцам. Хозяйка, как оказалось, будущего салона красоты сначала отказалась комментировать ситуацию, без всех разрешительных документов на руках. Но спустя некоторое время, дождавшись, пока ей подвезут бумаги, казалось, и сама была не рада. Ведь в акте обследования территории 30 мая 2016 года сказано, что на отводимом под строительство земельном участке под вынужденный снос попадают три, а не пять деревьев. И в данном случае речь идет о карагачах, а срубили пирамидальные тополя и клёны. У жильцов я не брала согласия. Почему это не нужно было, вам сказали? Я, честно говоря, именно насчет деревьев, я не знала, что нужно будет брать у жильцов. Именно что за деревья, я, честно говоря, особо внимания не обратила. Но то, что три деревья дали разрешение, знаю. И мы случайно, получается, спилили пять. Предпринимательница Рыскуля Хабаева обещает взамен каждого из деревьев посадить новое, а то и два. Но пенсионер Александр Политов говорит, что у него нет лишних 30 лет, чтобы дождаться, пока они вырастут и укроют свои кроны, окна его квартиры. Ну а в этой ситуации сами собой напрашиваются вопросы и городским властям, которые после обращения журналистов тут же направили на место представителей отдела ЖКХ. Установлено, что деревья росли в двух-трех метрах от фундамента дома и являются его собственностью. Согласие жильцов на спил зеленых насаждений было обязательно. Я, как бы, она показывала, как бы за 16-й год подписаны еще Турерали, нашему руководителю, в прочем году. Ваша подпись там тоже есть, Хосин Жамалович? Да? Ваша подпись там тоже есть? Да? Ну я, что, все, не упомянулась. Раз здесь, значит, обращалась, на основание этого давали, на три дерева, вроде. Хорошо, там дано разрешение на спил трех деревьев, а не пяти, и карагачей, а спилили они тополя и клёны. Как так вышло? Вы когда выезжали, обследовали территорию, есть акт. Как так вышло, что вы не различили тополя от карагачей? Не я различил. Выезжал специалист Тимирбаева. Поэтому, ну, суть не в этом, ладно. Все равно они все лиственные породы относятся. Можно ошиблись, там написали, там не различила она. Но дело в том, что было дано не на это количество деревьев, которые сейчас снесли. Все-таки любопытно, как специалист сектора благоустройства и озеленения не смогла различить деревья. По словам главного городского озеленителя Хасена Юсупова, есть вероятность, что на момент обследования территории период был безлиственный. Оттого и ошибочка вышла. Комментировать ошибку завсектором отказался. Зато рассказал, какую ответственность понесет предприимчивая бизнесвумен за нечаянно спил деревьев. Какую ответственность может понести предпринимательница? Соотношение мы пишем, да, что она не санкционирована, вырубила. В пятикратном, она будет, если денежную компенсацию будут делать, то она будет рассчитываться в пятикратном размере. Вот эта стоимость дерева, стоимость будет выводиться. Берется рассчет, значит, на каждое дерево будет считаться пять деревов с двухгодичным уходом работ, содержанием. И они могут обратиться в правоохранительные органы, но они через сутки уже обращаться. Асильки Джалина, Сергей Калашников, программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok